Музыка Human Rights Watch В Таджикистане процветает авторитаризм Рахмон назначил сына мэром Душанбе В России ФСБ задержало гражданина Таджикистана В Таджикистане год за годом укрепляется авторитаризм Международная организация Human Rights Watch опубликовала на своем сайте доклад под названием Всемирный доклад 2017 Популистская демагогия угрожает правам человека В докладе правозащитной организации отмечается, что в 2016 году В Центрально-Азиатских странах, в том числе в Таджикистане Ситуация с правами человека резко ухудшилась В Таджикистане на фоне самых жестких за последние 20 лет репрессий Укрепилась единоличная власть президента Рахмона Власти отправили за решетку тех, кого подозревали в нелояльности к режиму Режим жестко пресекал любые проявления политического или религиозного инакомыслия И усилил тотальный контроль за гражданами Под предлогом защиты национальной безопасности регулярно блокировали сайты Содержащие неудобную для правительства информацию, включая Facebook, Gmail и так далее Причем правозащитники отмечают, что власти Таджикистана отвергают все обвинения в свой адрес И не признают фактов подавления инакомыслия По информации Human Rights Watch, с середины 2015 года в Таджикистане По политически мотивированным обвинениям были отправлены за решетку более 150 активистов Оппозиционных групп и движений Кроме этого, вот уже на протяжении 15 лет режим заполняет свои тюрьмы исламскими активистами Которые официально не признаны политзаключенными И число которых перевалило за тысячу Президент Рахмон назначил своего старшего сына главой администрации города Душанбе Махмад Саид Убайдулоев 12 января указом президента Рахмона был снят с поста главы администрации города Душанбе Другим указом Рахмона на эту должность назначен 29-летний генерал-майор Рустами Эмамали, старший сын президента О причинах отстранения Убайдулоева в указе президента не сообщается Напомним, что Убайдулоев возглавлял администрацию города Душанбе в течение 20 лет И являлся близким соратником Рахмона, всегда поддерживавшим режим во всем Как отметил таджикский эксперт Марат Махмад Шоев Назначение на ключевую должность Рустами Эмамали возможно связано с тем, что президент Рахмон желает, чтобы его старший сын побывал на самых различных должностях В том числе и тех, где надо больше заниматься хозяйственными делами, чем политикой Также Махмад Шоев сомневается в том, что Рустаму Эмамали удастся добиться больших успехов на новом посту Проблема не в нем или в его неопытности Проблема в том, что состояние таджикской экономики плачевное И с этими ресурсами сложно что-либо сделать Отметил Махмад Шоев в интервью информационному агентству Азади Следует заметить, передача власти своему близкому родственнику становится традиционным явлением для тиранических режимов в странах Центральной Азии Что абсолютно претит к культуре мусульманских народов региона Ведь согласно Исламу, право на избрание правителя принадлежит народу, умме Который заключает с ним договор о том, что он будет править согласно книге Аллаха и сунне его посланника Салаллаху алейхи васалям В Санкт-Петербурге 19 января российскими правоохранительными органами По подозрению в участии в исламской организации Избут-Тахрир задержан гражданин Таджикистана Фархот Нурматов Кировский районный суд вынес в отношении Нурматова постановление об избрании меры пресечения В виде заключения под стражу на срок до 17 марта Ему вменяется часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ Участие в деятельности террористической организации сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря горсуда Дарью Лебедев Ранее сообщалось о задержании гражданина Таджикистана Фархота Нурматова за участие в петербургской ячейке Избут-Тахрир Первоначально Нурматов проходил по делу в качестве свидетеля Однако следствие смогло собрать достаточно доказательств, чтобы обвинить его в причастности к этому делу, сообщила Лебедева В школах Таджикистана введен новый предмет – Конституция Таджикские власти берут под контроль обряд исламского бракосочетания – Никях Россия-Индия. Кому достанется военный аэродром войны? Редактор субтитров А.Семкин